Меня зовут Павел Лукша, я на Рукэмпе 2010 был, наверное, уже был, да, директором потока по национальному образованию «Завтра». У нас было много всего интересного, у нас была очень, я бы сказал, такая лояльная группа своя сложилась, и людям, их было сложно выгнать с потока, они сидели, несмотря на жару, они не хотели идти на обед, они не хотели идти домой, ну, в общем, даже не знали, что с ними делать, но вот в результате этого, на самом деле, ни одного проекта мы не создали. Микрофон 20 метров, пожалуйста. Так нормально? Спасибо. Пожалуйста. Да, ни одного проекта мы не создали, но, видимо, потому что мы слишком серьезно к этому упражнению отнеслись, мы решили, что у нас есть план осенью провести мероприятие под названием «Эдукэмп», то есть вот то, что происходит здесь, уже только конкретно вокруг образовательных инноваций развернуть и два-три дня только этому и посвятить. Вот, поэтому мы занимались вещами, которые можно назвать, ну, вещами, которые можно назвать проблематизацией. Для этого мы приглашали экспертов, для этого мы очень много интенсивно работали в группах. Среди экспертов, которые у нас выступали, были люди, которые занимаются футурологией, например, Александр Неклесов. Были люди, которые практически занимаются образованием, руководят образовательными учреждениями, например, Илья Осколков-Ценципер, который создал стрелку. Андрей Болков, который создал Толятинский академию управления, сейчас руководит бизнес-школой Осколково. Были люди из школ, были люди, которые, ну, как бы, занимаются дополнительным образованием и пробуют там разные штуки, типа использования Вики для дополнительного образования. Например, Евгений Потаракин. Был Михаил Кожаринов, который 25 лет занимается темой ролевых игр и использованием их в образовании. Собственно говоря, один из основателей, может быть, или людей, которые запустили ролевое движение в России. Вот. То есть мы с разных сторон пытались посмотреть на эту тему, что такое образование, что такое образование завтра. И очень важная вещь, к которой мы пришли, что, в общем-то говоря, то, что называется системой образования, образованием не является. А образование — это, собственно говоря, личный путь движения человека. И с этой точки зрения мы, наверное, очень много разных узловых проблем зафиксировали. Все согласились с тем, что технологии будут менять образование, все согласились с тем, что будет рождаться радикально новая система образования, которая, естественно, уходит в интернет, естественно, уходит от неравных ролей для ученика к какому-то партнерству между учителем и учеником. То есть, естественно, уходит от оценок, естественно, уходит от всех вот уродливых систем практики, из-за которых вам всем было скучно в школе, вам всем было скучно в институте, университете. И для этого уже сейчас есть инструменты, есть понимание, что нужно делать, нет понимания, как совместить эти идеи с той существующей, ну, как бы, практикой, да, вот с теми существующими школами, с теми существующими институтами. Один из образов, который у нас возник на этот счет, это то, что будут рождаться один за другим проекты, которые будут изначально что ли паразитировать на существующей системе, а постепенно съедят ее изнутри. Это может быть модели компетенции, портфели компетенции, которые люди сносят с собой всю жизнь, через которые они оценивают друг друга и так далее. То есть на самом деле пространство для решений мы очертили. Мы считаем, что это уже очень хорошо, потому что дает нам возможность достаточно серьезно двигаться дальше. Наша задача в общем в том, чтобы в этом пространстве родилось сообщество людей, которым образование завтра интересно. Поэтому те, кто был в потоке и допустим в какой-то момент ушел, не досидел до последней сессии, тоже запишитесь. И мы у вас тоже будем включать в наши мероприятия, наши рассылки и так далее. Всем спасибо.